К нам присоединяется военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление Александра Коваленко. Александр, здравствуйте. Александр, давайте начнем с вами с кадров с бахмутского направления, куда сегодня прибыл Владимир Зеленский с визитом. Он сообщил о том, что побывал там, на бахмутском направлении, одно из самых горячих сейчас направлений на востоке нашей страны. И сказал следующие слова, Донецкая область, передовые позиции украинских военных в бахмутском направлении, имеют честь сегодня быть здесь и наградить наших героев, пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства. Александр, что скажете о таком визите Зеленского, собственно, в такой разгар событий, которые происходят сейчас на востоке нашей страны? Безусловно, это показательный визит. Нам известно о том, что бахмут неоднократно посещали, ну, например, генерал Сырский регулярно посещал город, когда он находится под основным таким давлением, огневым давлением со стороны российских оккупантов. Непосредственно президент также приезжал для проведения награждения в бахмуте. Фактически это демонстрация того, что украинский президент, наши непосредственно руководители обороны операции в бахмуте, они не боятся посещать этот населенный пункт, они не боятся находиться в настолько экстремальных условиях, хотя, с другой стороны, по какой-либо логике, ну, есть удаленное управление войсками, это как раз парафия генералитета, и рисковать президентом на таком уровне тоже кажется нерационально. Но демонстрация именно таких шагов является очень важной на фоне, ну, например, абсолютно какое-то абстрагирование российских официальных лиц, вот действительно, зоны боевых действий, и в основном использование только и сценировок на безопасных локациях своих визитов где-то там на передовую. Например, как это часто делает Сергей Шойгу, Герасимов, а, мол, они находятся где-то чуть ли не на линии боестолкновения, на передовой линии, а в действительности это все тыловая съемка, тыловые локации. Это поднимает дух, безусловно, у военнослужащих, такие визиты, в первую очередь, ну, а во вторую очередь это является очень мощным информационным таким ударом уже непосредственно по самим российским оккупантам. Сейчас мы также видим кадры из госпиталя, это госпиталь Донецкой области, президент Украины также посетил и повидал со своенными, которые проходят лечение сейчас в этом госпитале, и там находятся в том числе и защитники Бахмута. Президент пообщался с военными и вручил государственные награды, защитники отмечены орденами за мужество третьей степени и медалями за военную службу. Зеленский заявил, что благодарю вас за защиту Украины и желаю скорого выздоровления. Кроме этого, глава государства также ознакомился с возможностями медицинского учреждения в отношении приема пациентов. Владимир Зеленский осмотрел компьютерный томограф, операционный блок и реанимационное отделение, вручил ордена Богдана Хмельницкого третьей степени, княгине Ольге третьей степени и Данила Галицкого и представителям медицинских сил Вооруженных сил Украины. Далее процитирую. Хочу поблагодарить за ваш профессионализм, за вашу работу. До победы нужно сохранить жизнь многим людям, защищающим наше государство. Вы защищаете его на своем фронте. Желаю вам здоровья и благодарен за то, что вы это здоровье возвращаете парням и девушкам, которые сейчас находятся на фронте. Это были слова Владимира Зеленского и, собственно, кадры сегодняшнего визита в Донецкую область на Бахмутское направление. Александр, еще интересное событие произошло буквально в начале недели. Это встреча и конференция в офисе президента. Там провели видеоконференцию с высшим военным руководством Украины и США. В частности, беседу провели с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой Пентагона Ллойдом Остином и начальником военных штабов Марком Миле. С украинской стороны были главком Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, командующий обороной Бахмута Александр Сырский, которого вы упоминали, и командующий группировки Таврия Александр Тарновский, командир воздушных сил Николай Алищук, и, собственно, глава офиса президента Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Что можете сказать об уровне и важности вот такой видеоконференции в условиях нынешних, которые сложились на линии фронта? Ну, она просто для галочки не проводилась, безусловно. Подобного уровня собраны пол руководителей направлениями ведения боевых действий. Опять-таки, в целом, если мы говорим о зоне боевых действий, то и командующими теми или иными направлениями говорит о том, что обсуждались и поднимались довольно-таки важные темы, особенно в контексте нынешних реляций, которые имеются в информационном пространстве. А именно то, что на определенном направлении может начаться какая-либо активизация вооруженных сил Украины, которые так условно, назовем, неоднократно нарицают контрнаступление. И постоянно об этом говорят. На каком именно направлении, в какой именно локации, это уже совсем другой вопрос. А сам факт, что происходило, это согласование 100% именно этих действий, обсуждение, дискуссия, обмен мнениями, ну и, конечно же, список того, что необходимо, обсуждался, безусловно, и темпы, насколько быстро это можно получить. Вы знаете, Александр, давайте вернемся еще к обсуждению нашего сюжета, который был перед нашей беседой. В сюжете один из оккупантов задает вопрос, сколько это может продолжаться. И вчера Шойгу на вопрос журналистов, сколько будет длиться война, ответить не смог, но сказал только то, что война заканчивается миром. Вот как вы считаете, Путин и Шойгу, они хотят вернуть время вспять, понимая вот свое собственное положение, которое сейчас на фронте? Ну тут интересно то, что Шойгу назвал войну войной, хотя у них это называется СВО, то есть его уже можно арестовать за дискредитацию СВО. И 15 лет тюрьмы. Да, сам себе на срок заработал. Безусловно, я более чем уверен, что неоднократно Шойгу, Герасимов, Путин и вообще весь этот кремлевский пул, они неоднократно задумывались о том, чтобы лучше бы это все не начиналось, лучше бы это все не происходило. Они критически переоценили свои силы, и эта критическая переоценка своих сил ведет их, по сути, к катастрофе. И с каждым днем эта катастрофа становится все более и более такая уже апокалиптическая для самой России и ее военно-политического руководства. Мы видим, какой техникой они сейчас воюют, мы видим, какие они испытывают проблемы. И все это за год войны. То есть Россия сама себя тотально демилитаризовала. Но прекратить это, они тоже вот просто взять и вывезти войска, они тоже уже не могут. Поскольку это даже проблема не то, что они понимают, что имели лишаться всего. Они опасаются того, что такой резкий вывод может создать взрывоопасную ситуацию в самой России, не столько среди населения, которое их не понимает. Нет, население там безвольное, бесхребетное и аморфное. Мы это уже увидели. За год больше 150 тысяч уничтоженных оккупантов и никакой реакции. Только ной и жалобы, что нету бронежилетов, нет вооружения, не хватает боекомплекта боеприпасов. А и спят на земле холодной. Их солдатики мобилизированные. А никто не говорит о том, что их вообще отправляют убивать украинцев. Просто не хватает оружия, чтобы убивать украинцев. Вот в чем проблема российского населения. А так бы они были бы совсем не против продолжения этой мясорубки. И, собственно, внутренний взрыв уже от самых силовых структур, которые на подобный вывод резкий, могут отреагировать крайне негативно. И конфронтация внутренняя выплеснется за пределы какого-то кулуара. Поэтому вывода не будет какого-то резкого. И они могут только сожалеть об этом. Александр, вот если говорить еще об оружии, которого им не хватает. Сегодня, мы знаем, завершился визит Си Цзиньпина в Москву. Отношения между Путиным и Си – это брак по расчету, который дает Китаю союзника против Запада, а России – поставки введения войны против Украины. Это слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби. Александр, как Вы считаете, какую военную помощь может запросить Россия у Китая? Собственно, чем Китай может обеспечить Россию и будет ли? Россия может запросить именно ту номенклатуру, которой ей сейчас критически не хватает. Артиллерия, например, снаряды. По технике, да, возможно. Танки, опять-таки танковые выстрелы. Это все может быть. Поскольку военно-промышленный комплекс Китая, он получал долгое время помощь от Советского Союза в первую очередь, а потом, когда более-менее восстановился, стал набирать уже свои возможности, мощности, они стали производить копии советского вооружения, называть их своими названиями. Но в целом общая архитектура сохранилась, калибры сохранились, боеприпасы практически идентичные. Та же самая артиллерия, у них есть свои модификации, тех же советских Д-30, Д-20, 152-й калибр, 122-й калибр. И это может запрашивать Россия. Вопрос в другом, сможет ли, не то чтобы сможет ли, а станет ли Китай вообще так помогать. Для Китая очень важно из России, Россию довести до уровня невозвратного вассала Китая. Экономического, политического, ресурсного, в принципе, сплошная вассальность и без каких-либо вариантов. С другой стороны, Китай достаточно такая взвешенная в этом вопросе политика. Он не планирует бить абсолютно полностью горшки США и Европы, он в этом не заинтересован, но и не хочет терять, скажем так, возможности давления на Россию, усугубляя ее зависимость. Поэтому он скорее будет балансировать, чем вот так вот напрямую в лоб действовать, поставляя вооружение России. Поэтому 99% что этого не произойдет. Александр, а как вы прокомментируете в события последних суток, собственно, вчерашний налет дронами Камикадзе и Шахедами на Киевскую область и на другие города Украины, а также сегодняшний ракетный удар по Запорожью. Сейчас попрошу режиссеров показать это видео, которое опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Это попадание этой ракеты в дом по Запорожью. Владимир Зеленский также, я напомню, сообщил следующие слова, что этот день не должен стать таким же днем обычным, как и всегда. Это зверство должны видеть в Европе. Запорожье, да, вот мы сейчас видим, жилой дом. Как вы, что вы скажете об этих ракетных ударах? Террористический акт, самый настоящий удар, я так понимаю, это было использовано С-300. Для нанесения этого удара по Запорожью уже не в первый раз наносятся такие удары, и они являются регулярными. Они наносились по Николаеву, они наносятся по Запорожью, они регулярно наносятся по Херсону, они наносятся даже по Краматорску и так далее. То есть они используют данное вооружение как элемент террористических актов, террористического воздействия. И так они должны рассматриваться. И за это военное преступление аналогично должны отвечать все высшие должностные лица Российской Федерации. Я надеюсь, что суд в Гаге не ограничится ордерами на розыск обвиняемого Путину. И к этому числу присоединяется не только к Путину, еще и гражданка Белова, но и Сергей Шоев, Герасимов, Патрушев, Бортников и весь остальной высший состав силовых структур России. И даже более того, и средний состав. Фактически тот налет, который мы сейчас могли наблюдать ночью с шахедами, это своего рода была попытка такого ответа за Джанкой. Опять-таки, если мы наносим, условно, официально это не было признано, но то, что произошло в Джанкой, это был транспортный узел, который влияет на боеспособность российской группировки на Южном Клацдарме. В свою очередь, российские оккупанты наносят удары по гражданским объектам. То есть они не влияют на ход боевых действий, на ситуацию в зоне боевых действий. Они убивают гражданское население. Это самый настоящий террор и геноцид. В то время как вооруженные силы Украины делают ставку именно на минимизации возможности российской оккупационной группировки. Да. И вы знаете еще, Александр, хотел отметить по поводу военных преступлений и наказаний. Мы знаем, что сегодня 33 страны заседают в Страсбурге. Это второе заседание коалиции по созданию спецтрибунала по преступлениям России в Украине. Мы будем надеяться, что эта коалиция будет расширяться, а военное политическое руководство Российской Федерации, которое совершает такие преступления, конечно же, ответит перед законом. Но давайте с вами также еще обсудим истерику, которую второй день несут российские пропагандисты. Сегодня присоединился к ним и еще и самопровозглашенный президент Беларуси. Накануне прозвучало заявление от замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Она сказала, что ее страна передаст Украине подкалиберные боеприпасы, и все это наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Челленджер-2. Собственно, эту реакцию Кремля мы видели. Расскажите, пожалуйста, чем так напугали россиян эти боеприпасы? В первую очередь тем, что российские танки фактически не могут держать удар таким боеприпасам. Бронебойный опередный подкалиберный выстрел 120-го калибра, 120 мм, для Челленджер-2 с объединенным ураном. Это в первую очередь боеприпасы Л-26А1 и Л-27А1. По всей видимости, оба эти типа будут поставляться в Украине, и по сравнению с среднестатистическим боеприпасом они имеют гораздо большую разрушительную мощность. В общем, скажем так, архитектура, система построения танков советского и западного образца, ну, они это как совершенно две разные вселенные. Там совершенно разный делался акцент на броне. И в случае с российскими танками, ну, можно считать фактически советскими, Т-72, Т-80, Т-90, Т-62, ну, с некоторых пор уже и Т-54 появляются в зоне боевых действий, я так понимаю. Ни один из этих танков, обладающий той броней, которая у них есть базовая, не способен держать подобного рода выстрел. То есть они боятся этой разрушительной силы этого боеприпаса, да? Да, он абсолютно беспомощный. Хорошо. Он абсолютно беспомощный. А вот этот нарратив о ядерном оружии, как вам? Это конвенционное оружие, это не ядерное оружие. Да, используется сердечник из-за обедненного урана. Это дискуссионный вообще вопрос, на самом деле, применения таких боеприпасов, потому как есть большое количество сторонников теории того, что эти боеприпасы имеют влияние на экологию, дыхать, обедненный уран в виде пыли, это вредно для организма и так далее. Ну, это все понятно, да? Но и поля боя, на которых они применяются, чуть ли там не в радиоактивные зоны превращаются. Но в том-то и дело, что научно доказанных фактов, потому что это так, нет. Но, что самое интересное, при этом те, кто заявляют, что обедненный уран, он безопасен для применения, там минимальные только требования к безопасности, а так, в целом, он не превращает целые участки в какие-то там радиоактивные зоны. Но при этом и в этом случае нет какой-то доказательной серьезной базы научных исследований, которые бы говорили, да, 100% это так. То есть обе стороны скрещивают копья за и против применения обедненного урана, но целиком и полностью научной базы, подтверждающей ту сторону правоту одной или другой страны, тоже нет. То есть это до сих пор спорный такой вопрос. Но Великобритании сегодня же заявили, да, о том, что Россия сейчас использует этот нарратив исключительно для информкомпаний, и Россия прекрасно знает, что подобные виды боеприпасы Великобритания использует и давно, и, собственно, то, о чем вы говорили, эти боеприпасы мощны и сильны, и поэтому Россия их боится. Даже больше. Значит, друзья, эти боеприпасы направлены против тяжелого бронетанкового вооружения. Они направлены на то, чтобы пробивать броню. Но посмотрите на кадры Запорожья. Куда стреляет противник, оккупант? Он стреляет не по вооружению, не по танкам. Он стреляет по жилым домам, в которых живут украинцы. Люди сегодня проснулись в этих домах. Люди находились в этих домах. Сейчас известно уже о 18 пострадавших. Количество пострадавших растет. На месте работают специальные экстренные службы. Известно, что четверо людей находятся в тяжелом состоянии. Известно, что пострадали дети с 7 и 9 лет. Сейчас их везут в срочном порядке в больнице. Посмотрите, что происходит в обычном микрорайоне жилого... Жилой массив. Запорожье. Да, и как сказал Владимир Зеленский, это не должно стать просто обычным днем в Украине, где угодно. Еще в Европе или мире надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить этот русский террор и защитить жизнь. Вот почему нам нужны бронетанковые вот эти снаряды и боеприпасы. Чтобы бить по технике, а эти по жилым домам. Ну и еще необходима Украине, конечно же, защита украинского неба. И украинские операторы ЗРК «Патриот» завершат обучение в США уже в скором времени, в течение нескольких дней. Затем они отправятся в Европу, чтобы присоединиться к другим украинским экипажам ПВО. Об этом вчера заявили в Пентагоне. И также заявили о том, что первые «Патриот» прибудут в Украину уже в ближайшие недели. Александр, как вы оцените такой результат и скорость? Появление данных комплексов, безусловно, усилит эффективность нашей противовоздушной обороны. Не стоит сразу ожидать каких-то стопроцентных сбитий. Нет. Это все поступательно происходит. Нам нужно большее количество дивизионов, чем мы будем получать первоначально. Но это процесс, который сдвинулся с мертвой точки в отношении большого радиуса действия комплексов. И он набирает обороты. К тому же наши экипажи, как мы видим, прошли обучение на ЗРК «Патриот» быстрее, чем ожидалось. То есть это лишний раз подтверждает то, что наши военнослужащие, особенно имеющие определенный опыт, серьезный опыт, даже ведение боевых действий, безусловно, они схватывают все на лету и нет времени на то, чтобы там какую-то передышку и тому подобное. Они в очень жестком режиме, максимально получают все навыки в ускоренном режиме. И это даже удивляет инструкторов, которые обучают, что наших операторов зенит-ракетных комплексов, что экипажи на танках, так и на других типах вооружения и техники. То есть мы показываем очень высокие результаты. Александр, и хочется у вас знать еще детали о тактике вооруженных сил Украины. Накануне исполняющей обязанности начальника главного управления боевых систем Генштаба вооруженных сил Украины, полковник Сергей Баранов заявил, что около 90% огневого поражения российским захватчикам наносят ракетные войска и артиллерии. Добавил, что сейчас удалось создать сетку смерти, которая позволяет эффективно уничтожать агрессора. Что такое эта сетка смерти? Ну, это, можно сказать, своего рода эшелонированные средства поражения противника. Вот как есть эшелоны в противовоздушной обороне, да, малый, средний, большой радиус действия. Точно так же и в артиллерии. Ствольная артиллерия, реактивная артиллерия, у каждого есть своя дальность поражения. И в зависимости от применения того или иного средства, мы имеем то или иное превосходство над противником. Например, если средство поражения ствольного типа, то это от 30 до 40 километров, если буксируемое. Если самоходное, то это может быть более 40 километров, даже 50-55 километров средства поражения. Реактивная, это, например, М142 «Хаймерс» и М270, это до 80 километров. Имеются и следующие средства поражения. То есть, таким образом, мы создаем эшелоны поражения, при этом имея превосходство по высокоточности и дальнобойности, что минимизирует возможности россиянами ведения контрбатарейной борьбы. Потому что среднее расстояние для их ствольной артиллерии, это, например, 20 километров. Это вот средняя дистанция. То есть, мы можем себе еще даже обеспечивать буфер безопасности и бить за пределы их даже позиций. Александр, спасибо вам большое за ваши комментарии. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго.